Наталья получила этот участок три года назад, как мать двоих детей. И все это время семья живет без нормального водоснабжения. Молятся на водителя этого грузовика. Приятель каждую неделю привозит несколько кубов воды, которую с математической точностью приходится распределять на огород, на душ и на питье. Сейчас у автомобиля лопнули шины. На ремонт будут скидываться вместе с соседями. Нет новых шин, нет и воды. Зимой канистрами возим. Каждый вечер по две канистры, по три. Две муж, одну я. Женщина уже и не припомнит должности всех чиновников, чьи пороги она обивала. В списке и губернатор, и Министерство территориального развития, и региональное отделение Единой России. Она даже пыталась судиться с ТГК-14, но проиграла. Город и теплогенерирующая компания отфутболивают ее разговорами об отсутствии технической возможности. У них вот тут зарезервированы скважины через дорогу буквально 150 метров от нас. Как бы мы с Ильковским разговаривали на эту тему. Но так, видимо, ни к чему они не пришли, ни о чем не договорились насчет воды. Для кого вырыли скважину, Наталье говорить отказываются. Она же уже устала биться с чиновниками, но продолжает искать ведомство, куда бы еще пойти со своей бедой. Поиски привели ее в кабинет уполномоченного по правам ребенка в Забайкалье Ивана Катанаева. По всем документам, которые у нас сегодня имеются в наличии, по ее заявлению, мы сделаем соответствующие запросы вот именно на предмет перспективного решения этой проблемы. Правда, сама Наталья уже ни во что особо не верит. Ведь чиновники, не так давно закидывавшие ее отписками, могут с легкостью повторить этот трюк с омбудсменом. Катанаев не обещает быстрых результатов, но говорит, что рычаги воздействия на ответственные структуры есть, а победа Натальи в этом деле вполне реальна. В случае же, если бессилен окажется и уполномоченный, то женщина намерена лететь в Москву, просить помощи в администрации президента. Никита Гребенников, Николай Шунков, ЗАПТВ